Семинар Городского методического объединения Учителей английского языка За основу мы взяли мой урок английского языка в третьем классе Он прошел в виде мастер-класса Он был посвящен развитию универсальных учебных действий на уроке в начальной школе Развитию универсальных действий по развитию устной и письменной речи на уроках английского языка Тип урока этого рефлексия Он подразумевает формирование умения применить накопленные знания на практике И ту задумку, которую я пыталась реализовать Когда дети в группах пытаются реализовать поставленную задачу Поставленную, кстати, ими самими же Сделал урок живым, я считаю А включение видеофрагмента интересного Яркого Тоже сделало его увлекательным, нетрадиционным, нестандартным И вот такой урок, я считаю, соответствует новым государственным стандартам Мы очень давно с вами уже говорили о животных И во втором классе эта тема нам тоже встречалась И мы многое уже умеем, что мы можем сказать Давайте вспомним сначала, что же мы можем сегодня, на сегодняшний момент Сказать о наших питомцах, любимцах, о животных, которые мы с вами изучали Полина Характер, характер, какой у животных характер Что любят делать животные или орать Что он любит есть Что он любит есть Что он умеет, что он не умеет Что он умеет, что он не умеет и орать Что у него есть Что у него есть Да, что у него есть Ребят, смотрите, еще варим Что он любит Что он любит, говорили, что он любит, что он не любит Смотрите, много очень умеем, что сказать о животных. Какая ситуация? Смотрите, иногда случается, что наши любимцы, наши любимые животные теряются. Что происходит? Что мы тогда делаем? Что вообще люди делают? Ищем их? Расклеиваем, отпечатываем объявления и расклеиваем. Напечатаем, печатаем объявления, расклеиваем. Даже иногда дают объявления в газету. Полина, я это хотела сказать. Я это хотела сказать. Ищем и расклеиваем объявления. Что мы сегодня с вами будем делать? На нашем уроке, Вася, писать, учиться писать объявления. А для начала мы с вами вспомним все, чем мы занимались на предыдущих занятиях. Мы учились с вами многое делать. Вы мне сейчас сказали, что вы умеете делать. Как мы к этому готовились с вами? Мы будем помнить, что мы будем делать. Мы будем делать разные части части тела. Мы хотим сегодня рассказать об этом. Да, вы очень хорошо знаете части тела различных животных, ноги, 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 носа, и так далее. Поэтому я хочу вам, чтобы выяснить в вашем памяти адъективы, чтобы описать животное в деталях, вы должны использовать разные слова. Чтобы описать животное правильно, чтобы подробно в каких-то деталях, мы уже будем его искать, вы должны будете употребить какие-то прилагательные, описательные характеристики использовать. Как мы с вами это учились делать? Давайте вспомним некоторые упражнения. Даже, может быть, мы не будем делать это до конца, чтобы просто вспомнить и возобновить памяти. So, match the words, adjectives and the nouns. So, try to use the blackboard. The smartboard. Пася, don't worry, come. What? Go to the blackboard. Say. Long ears. Well, longer teeth. Long teeth. Final. Clean teeth, for example. Clean teeth. What else? Black, black, black eyes. Black eyes, well. Short legs. Short legs, maybe. Short legs. Don't go to the blackboard. So, tell anybody. Strong body. Strong, strong body. What else? Maxine. White teeth. White teeth, etc. So, okay. So, let's go. What kind of are animals? What kind of are different animals? For example, a bird, a bird, a parrot, talkative, what is it? Talkative. Матлевый, да? Матлевый, talkative. So, and what are the different characteristics can you give different animals? For example, a lion. A lion. Angry. Angry. Angry, so right. A dog. Brave. Brave, brave, kind, what else? The hamster is funny and friendly. Who is friendly? Per. Per. Per is very friendly and the dog is also friendly. Our pets, all our pets are friendly. And who is smart? A dog. A dog is smart. All right. All right. Let's make up the exercise order. The first. The first. A bear likes honey. The second session. A rabbit can jump and run. All right. The food. The food. The food. A bear doesn't like corn. A bear does not like corn. Okay. That is. That is. Vanya. A pig can run well. Can run well. Can run well. Okay. A house. Has got a house. So, and now listen carefully. For example, here you put the S. A bear does not». And then when we want to call the S. It sounds like. Ну, it looks like we can run good Western months. That candy we should do? A bear. A bear. A**. A meat. A animal. When. A animal. When. A animal. A animal. A fish. лице. Какого числа? По третьим действующим лице. Третье действующее лицо в единственном числе. Не забывайте, да? Не забывайте. A lion likes me. Here, yes? Giraffe doesn't like me. A lion can run well. Okay. So, okay. Well, and now, it is very important to put the sentences in chronological order. Yes? In chronological order. So, make up a story and put the sentences in chronological order. What will be the first sentence? The first, Polina. I have got a face. Okay. The next. The next. What's it? Its name is Rick. All right. The next. The third. And Rick. Rick can run and jump. Rick can run and jump. And what else? Rick is very beautiful and smart. And the last, Maxim? It has grossed black eyes, white teeth, and then strong. ...писали свое объявление. Случись такое нам писать, да? Чтобы все слова поставили в нужном порядке. Чтобы у вас логично выстроен был порядок слов предложений в рассказе, да? Чтобы аналогично информации вытекало одно предложение из другого. и употребили как можно больше интересных слов, чтобы было описание вашего животного, вашего питомца похожее на вашего. Директор А.Кулакова Как причать! Продолжение следует...